МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Караганде появились новые мусороуборочные машины. Глава региона Нурмухаммед Абдибеков познакомился с новинками автопарка компании Горком Транс. В Каркаролинске в память учителям, солдатам Отечественной войны торжественно открыли мемориальную доску. 17 октября состоится бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA казахстанцем Геннадием Головкиным и обладателем пояса IBF в этом же весе канадским боксером Давидом Лемье. В Караганде появились новые мусороуборочные машины. Новая спецтехника будет бороться за чистоту области. Сегодня глава региона Нурмухаммед Абдибеков познакомился с новинками автопарка компании Горком Транс. Аким области остался доволен увиденным и высказал свои пожелания. Давайте желаем успеха. Спасибо. Спасибо. Аким области познакомился с техническими характеристиками новых машин. Для него провели небольшую экскурсию по автопарку. Руководство мусороуборочной компании поделилось будущими планами. С их слов, эти машины будут обслуживать не только территорию Караганды, но и близлежащие поселки, как Дубовка и Актаз. Также они планируют увеличить количество контейнеров и заключить новые договора с жителями частного сектора. Мы надеемся, что новая техника поможет нам очистить город и наши районы от мусора. Мы постараемся, чтобы жители были довольны. Единственное пожелание, чтобы граждане правильно парковали свои машины. Нередко наши погрузчики сталкиваются с проблемами, когда они могут подъехать к свалкам. Между тем, специалисты мусороуборочной компании отмечают, что новые машины имеют большую грузоподъемность. Их закупили по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Компания планирует рассчитаться с кредитом до конца 2016 года. Вывоз мусора должен оставаться незамеченным. То есть, пока граждане утром уехали на работу, мусор уже до обеда должен быть очищен. С этой позиции мы и приобретаем эту технику. Поэтому я думаю, что именно по санитарной очистке условия у нас в Караганзе все это улучшится. Новая техника приступит к работе в ноябре. Также в области появятся контейнеры «Евростандарт». Аймам Рина, Толегин Рашитов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. На видеоселекторном совещании о проектах, реализуемых в рамках государственной программы «Нурлы Жол», выступили с докладами все руководители областных управлений. Первый заместитель Акима области Ассалбек Дюсибаев тщательно выслушал руководителей и строго отчитал их за все недоработанные работы за нынешний год. В рамках инфраструктурного развития по посланию главы государства народу из Национального фонда при уточнении республиканского бюджета Карагандинской области на 2015 год выделено более 6 миллиардов тенге. По состоянию по всей проделанной работе зам Акима области итоги работ не удовлетворила. Мы должны, во-первых, проинформировать Акимов, как реализуется у нас в области данная программа, так как все вы являетесь политическими государственными служащими, входящими в корпуса. Поэтому разъяснение данной программы на сегодняшний день является приоритетом государственной политики и чтобы при встречах с населением, при разъяснении данной программы не путали некоторые наши руководители управлений, в том числе и Акимы, что такое Нурлужол программа, а что такое, так скажем, обычные проекты, которые реализуются у нас в области. По программе Нурлужол путь в будущее на модернизацию инфраструктуры ДжКХ и систем тепловазоснабжения выделено 4 с лишним миллиардов тенге на реализацию пяти проектов в городах Караганды и Сатпаева. Даже если там в каком-то регионе Нурлужол не задел вас, Акимов касается, вот ваша задача это, чтобы эта программа вас задела в каком-то направлении. Получится, не получится, другой вопрос, попытаться. А второе, это надо знать элементарно, какие проекты, потому что, ладно, если по вашему даже региону данная дорога не проходит, Астана-Караганда, но экономическое, стратегическое значение, она для каждого региона нашего района или города имеет. В рамках развития социальной структуры выделены трансферты в сумме 1 миллиарда 150 миллионов тенге на реализацию трех проектов образования в городах Караганды и Сатпаев. В их число входит строительство двух школ и одного детского сада. Также на сегодняшний день по проекту строительства общей образовательной школы на 1200 ученических мест в городе Караганде, микрорайон Кендала, сложилась ситуация, которая влечет за собой удорожание стоимости данного проекта. В разработанной отделом строительства города Караганды проектно-сметной документации не учтены внешние инженерные сети. В связи с чем отделом строительства города Караганды внесена заявка на выделение средств из областного бюджета на разработку ПСД для подведения инженерных сетей к указанному объекту. В ходе совещания жесткой критики была подтверднута работа Кемата города Караганды и областного управления энергетики и ЖКХ по реконструкции двух участников тепловой сети по улице Ленина, Гоголя и участка по проспекту Нуркена-Абдирова. По итогам завещания всем руководителям было сделано многие замечания и дано строгое поручение отработать все вопросы выделения средств по проектам 2016 года. Гульза Ацахова, Александр Цыркидзе, Первый Карагандинский. Никого никогда не забудем. По таким девизам в Каркаролинске в память учителям-солдатам Отечественной войны торжественно открыли мемориальную доску. На митинге открытия присутствовал Аким Каркаролинского района Халель Максотов, знакомые и родственники ветеранов войны. Все подробности в следующем сюжете. Почтение памяти ветеранов, подаривших нам Великую Победу, останется пожизненным долгом для всех нас. Празднование 70-летия Победы Великой Отечественной войны есть тому пример. В Каркаролинске перед районным отделом образования состоялось открытие мемориальной доски, посвященной воинам-преподавателям, которые в годы суровой войны добровольно отправились защищать Родину. С нашего района в годы войны отправились на поле боя около двух тысяч солдат. Из них 714 не вернулись обратно. В составе отправившихся солдат были и учителя. Они отправились не только сражаться, но и оставить будущему поколению след тех дней в страницах истории. Данное мероприятие проходило под девизом «Никого никогда не забудем». Она была направлена на почтение нашей истории, наших солдат, которые отдали жизнь во имя Родины. В ходе мероприятия одному кабинету казахского языка и литературы общеобразовательной школы номер один дали имя воина Айтпая Дальдабекова. Я являюсь дочерью Ешанова Шаика, который проработал многие годы в совхозе Бидаек учителем. В годы войны он отправился добровольно на поле боя. С ним отправились многие из моих родственников, с которых некоторые погибли, некоторые вернулись домой. На доске были написаны именно тех, кто упорно трудился в сфере образования районов в годы войны, некоторые которых отправились на войну и не вернулись. В ходе митинга собравшиеся родственники погибших героев вспоминали с трепетом своих родных как личность, как героев своей Родины. Кульза Ацахова, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки, для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную, необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. К другим новостям. В Караганде дешевеет недвижимость. Вместе с снижением цен сократились и сделки купли-продажи. Для риэлторов и нотариусов наступили тяжелые времена. Люди все реже обращаются за их услугами. Со слов специалистов, такие же цены на жилье были примерно 6 лет назад. Бану Алина – риэлтор со стажем. Она свой бизнес начинала еще в 2000-х годах. Тогда это слово мало кто употреблял. Многие не знали, что оно обозначает. Со слов Бану, нынешний экономический кризис напоминает ей ситуацию прошлых лет. Резкий скачок доллара не мог не отразиться на стоимости недвижимости, говорит она. С ее слов, сейчас мало кто из жителей шахтерской столицы спешит купить или продать свою собственность. Цены очень упали. Если раньше двухкомнатную квартиру в центре города можно было продать за 70 тысяч долларов, сейчас такие апартаменты стоят около 50 тысяч. Между тем, покупать жилье под ипотеку тоже невыгодно делится женщина. Банки очень дешево оценивают квартиры. Риэлтор прогнозирует, что в скором времени цены на жилье снизятся еще на 20%. Двойная девальвация на рынке получается выгодна для тех, кто хочет купить. У кого сейчас есть деньги, особенно наличные, то самое время покупать. Наступает момент, когда цена за квартиру возвращается, как было в 2009, 2007, 2008, 2009. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Актуальные проблемы религии, вопросы межэтнического и межконфессионального согласия обсудили за круглым столом. Встречу организовал отдел внутренней политики города Караганды. На обсуждении с участием представителей государственных структур, религиозных и этнокультурных объединений побывали и наши журналисты. В современном мире религия занимает одно из особых мест в обществе. Предстоящий день духовного согласия является причиной заседания на тему «Казахстан-центр межконфессионального диалога». На обсуждении по вопросам веры, ставшим на сегодня ежегодным, были подняты все текущие вопросы священных структур, начиная с насыщенных проблем, продолжая укреплением межрелигиозных отношений. К слову, действующее законодательство Республики Казахстан гарантирует реализацию прав граждан на свободу вероисповедания. А самой главной целью всех заседателей было избежание нетрадиционных религиозных течений и остеречь от них подрастающее поколение. Мы верим и стремимся сделать все для повышения религиозной грамотности населения, следуя положенному пути наших предков верности и чести с помощью правильного религиозного учения. Мы пытаемся воспитать нравственную честь у молодого поколения. Для такого правильного воспитания и предотвращения любых форм религиозного экстремизма работает Центр религиоведческого психологическо-правовой консультации. Орган ведет работу по укреплению межконфессионального согласия и выработке механизмов верообучения в Карагандинском регионе. Ситуация в Карагандинской области, конкретно в городе Караганда, у нас достаточно стабильная. Ведется системная работа по недопустимости с поставлением идеи религиозного экстремизма. То есть эта работа структурирована и поставлена на регулярный контроль. В рамках неодуховного согласия 18 октября каждый государственный орган представит отчет о проделанных работах. А совет по совмещению соберется за один стол 16 октября для обсуждения запланированных работ. Фариза Улбаева, Жасулан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Горный индустриальный колледж провел отчетное завещание о проделанной работе помощи ветеранам. На протяжении пяти лет организация принимала активное участие в жизни пенсионеров. Помогали по дому и даже покупали лекарства за свой счет. Встреча проходилась в весьма необычной форме. После совещания приглашенные гости смогли насладиться выступлением талантливых студентов. Отчетная выборная кампания первичных ветеранских организаций проходит по всей Карагандинской области. Команда Горного индустриального колледжа состоит из 27 человек. Общество активно принимает участие во всех мероприятиях Октябрьского района и с радостью помогает ветеранам в бытовых делах. Всего в районе насчитывается около 30 тысяч ветеранов. Из них более 4 тысяч – труженики тыла. Эти дети видели, что за ветеранская организация, чем она занята, как они занимаются организацией этой работы, чтобы дети проникались уважением к старшим людям и знали, что такое ветеранская организация. На мероприятие были приглашены ветераны, преподаватели и учащиеся в колледже. Совещание приурочили к 75-летию системы профессионального образования. Мы здесь учились, им держим все время, приглашают нас сегодня. Нас, в общем-то, не забывают. Мы всегда в курсе событий, что здесь происходит. Мы всегда в курсе. Вот такое дело. Когда надо, мы приходим сюда, нам помогают, и мы иногда помогаем. По словам сотрудников учебного заведения, особую благодарность заслуживают ветераны Индустриального горного колледжа, которые не только внесли огромный вклад в воспитание и образование, но и смогли передать бесценный опыт и знания нынешним педагогам. На торжестве приглашенных ветеранов наградили почетными грамотами. Как работали ветераны в течение года, как мы приглашали ветеранов, кто был из ветеранов, что они делали, какую помощь мы им оказывали, и как часто они у нас бывают, какую роль играет наша организация в воспитании подрастающего поколения. По окончанию мероприятия в Индустриальном горном колледже были выбраны председатель и заместитель совета ветеранов. Пожилые люди, как никто другой, нуждаются в поддержке, поэтому молодое поколение должно уделять ветеранам особое внимание. Асель Сазанбаева, Исламбек Оспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Мероприятия к 20-летию Ассамблеи народа Казахстана продолжаются. Сегодня в честь юбилея для карагандинских школьников Центр по работе с молодежью провел лекцию на тему «Наш общий дом Казахстан». Также детям рассказали о деятельности Ассамблеи народа и этнокультурных объединениях. Подробности у Ларисы Хусейновой. Одно из главных преимуществ нашей страны – это многонациональность. Всех жителей объединяет дружба, уважение и общая культура. В Казахстане проживают 16 миллионов человек. Из них представители более 100 национальностей. Во многих городах действуют этнокультурные объединения. Но, к сожалению, посещают подобные центры не все. Сегодня в нашей гимназии была проведена общественная лекция на тему «Казахстан – наш общий дом» с представителем Карагандинского центра еврейской культуры Веленом Борисовичем. Он рассказал нам о модели межнационального согласия, о деятельности Ассамблеи народов Казахстана и об идее «Мангелек-Ель». Я считаю, что мероприятия такого характера очень важны и полезны для нас. И мне хочется поздравить всех казахстанцев с 20-летия Ассамблеи народа Казахстана. Общественные лекции проводят представители этнокультурных объединений с участием среднеобразовательных школ города Караганды. Подобные лекции будут проводиться в течение года в целях пропаганды и разъяснения общенациональной идеи «Мангелек-Ель». «Я собираюсь поговорить с ними об Ассамблее народа Казахстана, о наших этнокультурных объединениях, об их работе, о патриотизме, о том, как мы должны улучшать нашу родину, как мы должны вместе работать над тем, чтобы войти в тридцатку самых развитых государств». Центр по работе с молодежью совместно с руководителями этнокультурных объединений рассказали школьникам об истории национальных центров и о деятельности Ассамблеи народа Казахстана. По словам учеников, они узнали много нового и интересного. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Областная юношеская библиотека имени Бикторова организовала ученикам вечер памяти поэта Сергея Есенина. Организаторы призвали молодежь города для воссоздания поэтической атмосферы. Тему продолжит Диана Рамазанова. Встреча началась со знакомства с жизнью и творчеством поэта. В зале прозвучали известные произведения Есенина и знакомые каждому до боли песни. Еще моя старушка, жив ты я, привет тебе, привет. Поклонники творчества Есенина, а это ученики школы, студенты колледжей, с удовольствием посещают литературные мероприятия. Как считают сами участники, подобные встречи расширяют кругозор и способствуют развитию внутреннего мира. Я люблю стихи Есенина, его произведения. Цель моего прихода – просто послушать его стихи так же, как я могу их просто прочитать. Мне было интересно, как могут дети так и их красиво произнести. Клуб любителей мировой литературы «Фэймэс Букс» второй год подряд проводит вечера памяти великих писателей. Организаторы уверены, что с помощью таких мероприятий количество любителей литературы возрастет. Здесь произойдет такая, знаете, своеобразная перекличка поэтов. Мы будем говорить о влиянии творчества Сергея Есенина на развитие и становление казахской поэзии. Потому что очень много общего у Есенина и у Макжана Жумабаева, у Есенина и у Макагали Макатаева. Ну, потому что эти созвучные, большой талант, они родственны по духу. Для своих гостей библиотека приготовила еще немало откровений. Молодой карагандинский писатель Вадим Ким представил публике свое творчество. Вот отрисет с каждого куста, выслит сроки, вот и все. Этот час настал. Диана Рамазанова, Жасулан Макубеков, Александр Циркидзе, Первый Карагандинский. В эти выходные 17 октября состоится бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA, казахстанцем Геннадием Головкиным и обладателем пояса IBF в этом же весе канадским боксером Давидом Лемье. Схватку мировых мастеров кожаной перчатки будут транслировать платно на PPVU-шоу. Бой должен оправдать затраты коммерческих услугодателей телевещания. Ведь для того, чтобы собрать телезрителя за деньги, нужны ярые фанаты. От того, захотят ли его смотреть по платным контентам, зависит и карьера Головкина. Соперники сразятся в Нью-Йорке на легендарной арене Мэдисон-Сквэр-Гарден. Сам Triple G за судьбу боя не переживает. Об этом чемпион неоднократно высказывался в интервью. Я знаю, что каждый новый шаг все больше, больше и лучше. И я знаю, что Дэвид чемпион, он сильный парень, опасный парень. Все это знают. И все знают мой стиль. Канадский боксер Давид Лемье считает, что он достойный соперник Головкину. И пришло время доказать это. Как ты и сказал, люди говорят, что он лучший средний вес. Настало время сделать шаг вперед. У каждого есть достойный соперник. И я считаю, у меня есть то, что необходимо для победы над Головкиным. А что необходимо для победы над Головкиным? Необходимо то, что у меня есть. Между тем, тренер Геннадия Головкина Абель Санчес также уверен в его победе. Он считает, что канадский панчер – один из самых бьющих боксеров в дивизионе. Но едва ли он бьет настолько сильно, чтобы нокаутировать Головкина. Казахстанский чемпион всегда демонстрировал отменное умение держать удар. Я думаю, угроза реальна. Но это очередной шаг Геннадия на пути к званию лучшего средневеса в истории. У Лемье много достоинств. У него прекрасный тренер. Марк Рэмзи – очень хороший тренер. Но Марк Рэмзи поймет, что на этом уровне требуется нечто большее, чем есть у Дэвида. Между тем, резонансным этот бой делает и платная трансляция на Пи-Пи-Ви-шоу. Ведь последний раз в мире так освещали схватку чемпионов 11 лет назад. Тогда под прицелом камер были Виталий Кличко и Дэнни Уильямс. С тех пор выйти на такой уровень популярности в мировом боксе, чтобы зрители не только исправно собирались у телевизоров на каждый бой, но еще и были готовы за это заплатить, так никому и не удавалось. После такого перерыва схватка Головкина и Лемье обещает быть жаркой. Трансляцию «Боксерского вечера» из Лос-Анджелеса проведет телеканал «Казахстан» 18 октября в 07.55. Аймам Рина Александр Цирикидзе – первый карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok